Мы видим в целом по стране ситуация намного сложнее. У нас она тяжелая, серьезная, но под контролем. За минувшие сутки в Татарстане выявлено 48 новых случаев коронавируса. Это больше, чем днем ранее. Большинство заболевших из Казани и набережных Челнов. Медики отмечают сокращение инкубационного периода вируса и высокую скорость распространения. Какие-либо ограничения не хотелось бы вводить. Но для того, чтобы такого не происходило, нам надо работать по теме вакцинации. Самые эффективные меры. Весь мир идет по этому пути. На сегодня в республике привились свыше 665 тысяч человек. Это более трети от плана. Рекорд по вакцинации был поставлен в четверг. 18 тысяч человек. В пятницу 16 тысяч. Темпы растут. Поэтому открылся еще один прививочный пункт в Казанском торговом центре на проспекте Амирхана. Теперь их в республике 153 и будет больше. Спрос на вакцины сейчас превышает наши поставки. И если этот темп мы будем соблюдать, нам надо активно работать по увеличению поставок вакцины. Поэтому могут быть определенные перебои. Я должен об этом сказать, чтобы люди понимали. У нас сегодня в остатках, наверное, 1080-90 вакцины. В остатке 66 тысяч. Да, даже 66. 66 тысяч – это на 4 дня. Обращаясь к главу Министерства здравоохранения, оперативно реагировать на те запросы, где и как завести вакцину, чтобы не создавать осередей и ажиотажа. Рустам Миниханов призвал соблюдать все антиковидные требования и напомнил, ни одно массовое мероприятие не может проходить без разрешения оперативного штаба. Если есть мероприятие, заявление сделаете заявку в штаб, штаб рассмотрит, даст соответствующие указания. Здесь и правоохранительная служба, и Роспотребнадзор. Поэтому только в таком формате работаем. По данным Роспотребнадзора проверено около 300 объектов, и каждый пятый работал с нарушениями. Это учреждения образования, заведения общепита и торговые центры. Работа нескольких приостановлена, контроль будет продолжен. Дмитрий Иринин, ТНВ, Казань.